привет я рад видеть тебя сегодня давай поговорим о заработных платах начнем с самого верха с небес а в небесах у нас кто в небесах у нас летают пилоты пилоты россии повально уходят в китайской авиакомпании с чем же это связано спросишь ты вот давай сейчас и посмотрим с чем сравним на первое место по часовым ставкам и по окладам вообще выходит unity airlines часовая ставка составляет 270 долларов в час или 27 тысяч в месяц на начальном этапе 232 доллара но в первый год работы доходит до 328 в час ну что что соответствует 23 тысячам и доходит до 33 тысячи в месяц следующие american airlines средняя ставка составляет 249 долларов в час что получается двадцать пять тысяч в месяц долларов соответственно рублей максимальная ставка 302 доллара в час или 30 тысяч в месяц третье место delta airlines средняя ставка 247 в час или 25 тысяч в месяц также зависит от от опыта и квалификации пилота компания предлагает часовую ставку от 152 доллара до 321 доллар ну что составляет соответственно 15 тысяч доходит до 32 тысяч в месяц вот вот такие вот цифры на четвертом месте стоит китайская компания которая предлагает привлекательные условия для опытных пилотов со всего мира и спрос на пилотов постоянно растет молодцы китайцы крупнейшая китайская компания шина соучер предлагает пилотам зарплату от 26 тысяч до 29 тысяч в месяц простите за мой английский а получение разрешения на работу в настоящее время упростилась ну то есть такие лояльные условия скажу так для пилотов они создают пятая компания еще одна китайская авиакомпания чанчжу airlines предлагает пилотам зарплату около 300 тысяч долларов в год или 25 тысяч в месяц уже после уплаты налогов представляете то есть вот вы платили налоги на руки получили 25 тысяч долларов выше оговоренные суммы они туда входят налоги которые будут потом из той суммы изыматься ну сообразили а также гарантирует бонус в размере 36 тысяч долларов при выполнении трехлетнего контракта заманчивое предложение скажу я вам помимо конкурентоспособной зарплаты китайские компании также предлагают привлекательные условия около 50 часов полета в месяц вместо стандартных внимание стандартные часы от 80 до 100 вот теперь чувствуете разницу они в половину срезают то есть за 50 часов они платят практически больше всех таким образом часовая ставка для опытных пилотов составляет около 500 долларов в час вот так давайте рассмотрим вот компанию известную всем немецкую в ганзы среднем предлагает зарплату 240 час все долларах я говорю или 24 тысячи в месяц получается так также зависит квалификации опыт и поэтому сумма варьируется от 117 долларов в час до 360 долларов в час составляет это от 12 тысяч долларов в месяц до 36 тысяч в месяц французская компания air france сократила уровень заработной платы своих пилотов сейчас средняя зарплата 220 час или 22 тысячи месяц следующая компания hawaii airlines заработная плата составляет час 170 долларов до 207 в месяц 17 21 тысячи в среднем часовая ставка в компании составляет 194 доллара или 19 пунктов в месяц поехали дальше аляска аэрлайнс значит она в 2016 году приобрела компанию вирджиния америка предлагает пилотам следующую часовую ставку 108 181 доллар до 213 долларов ну и в месяц составляет это от 18 тысяч долларов до 21 тысячи ну и как же я могу забыть про наш аэрофлот командир воздушного судна получает 470 тысяч рублей я перевел все это в рубли как бы чтобы было проще для восприятия это получается около 8 тысяч 100 долларов в месяц приблизительно так 2 пилот 320 350 тысяч рублей около 6 тысяч долларов в месяц а инструктор более 500 тысяч рублей это около 8 600 и вот небольшое интервью генерального директора аэрофлота виталия савельева который признал нехватку российских командиров я цитирую дословно пилоты гурьбой уходят в азию китай где заработная плата намного выше чтобы вернуть пилотов авиаперевозчик вел единоразовые выплаты квс он ищет какие-то пути и вот он сделал квс заплатят 650 тысяч рублей второму пилоту 350 тысяч рублей это единоразовая выплата то есть вот человек вернулся ему это заплатили все и забудь потом опять на зарплату то что тебе положено но вы помните выше цифры допустим да там и какие вот здесь аэрофлот платит нашим пилотам но это вообще смех но еще условия он ставит при условии что они вернутся не раньше чем через три года после увольнения ведь этот вот такая вот щекотливая ситуация в россии в отличие от европы и сша даже публичные компании не раскрывают в отчетности сумму вознуждений руководителя вот видите как у нас все все жестко все плотно неясно почему эта информация хранится в тайне с одной стороны это понятно да вот так как обычный работяга впадает шок от таких заоблачных сумм как стало известно сам виталий савельев получил 2012 году два с половиной миллиона за год или 162 миллиона 500 тысяч рублей в год или 13 миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть рублей в месяц или 18807 рублей час это forbes опубликовал такие данные можете сами посмотреть вот теперь представьте сколько получается савельев в час и сколько платят нашим пилотам своим же пилотам он сколько платит 444 рубля в час вот и вся арифметика есть разница или 18000 почти 19 или 450 рублей округлим даже вот так сами пилоты говорят с усмешкой на заявление виталия савельева разовой выплате в размере 350 тысяч рублей они говорят получить разовую подачку который мы получаем за неделю работы в китае а потом опять на зарплату во много раз меньше какой в этом смысл в этом я с ними полностью согласен и еще вот такое высказывание человек не дерево не устраивает идище лучше вот и уходят пилоты туда где зарплата намного выше я бы сделал так же как они зачем себя и свои семьи лишать достатка поэтому пассажиры когда поднимаетесь на борт самолета проявите уважение к тем кто в ответе на пару часов за вашу жизнь так как не казались бы большими зарплаты по большому счету это копейки в россии депутат получает больше который только болтает на публику и ничего не делает полезного когда уйдут все пилоты наверное нас будут дети чиновников перевозить я вот предполагаю так но это другая тема для другого видео совершенно поэтому мы от нее отстанем пилотом гражданской авиации мы изредка доверяем нашей жизни почему изредка спросишь да все просто зарплата обычного человека порой намного меньше чем стоимость билета на самолет так как же на этом можно экономить я вот не понимаю напиши сколько получаешь сейчас ты искренне хочу чтобы твои цифры были заметно выше приведенных мною здесь зарплат пилотов удачи пока